Добро пожаловать на утреннее шоу «Персиковое дерево» с DCI. Это отличный способ начать свой день. Надеемся, вам понравится. Привет, доброе утро и добро пожаловать на утреннее шоу «Кафе Персиковое дерево». Сегодня среда, 27 мая. Рада видеть вас обоих здесь. Доброе утро, Гешела и доброе утро, Раул из Мексики. Доброе утро. Спасибо, ребята, что присоединились на наше шоу. Благодарим, что снова позвал нас. У нас есть вопрос? Да, у нас есть очень прекрасный вопрос из Германии, от Хуэй. Давайте послушаем вопрос. Ой. Привет, Геша Майкл и все остальные. Меня зовут Хуэй. Шлю привет вам из Дюссельдорфа, Германия. Мой вопрос к вам. Какие семена я сажаю, если я говорю «нет» другому человеку в своем стремлении проживать честную жизнь? Кажется, более здоровым сказать «нет» и свое честное мнение, даже если это может расстроить другого человека. Пожалуйста, проясните этот вопрос для меня. Благодарю и хорошего дня. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Что ты думаешь, Гешала? Я все время думаю об одном примере. В ДССИ системе нам нравится помогать пожилым людям. Это важная часть ДССИ. Помогать пожилым людям, которые нуждаются в нашей помощи. У меня была такая пожилая женщина, которой я хотел помогать. Иногда я приходил к ней, и она была одета в платье. Как бы это сказать? Это выглядело старомодно. Где-то 50 лет назад так ходили. И она все время меня спрашивала, «Тебе нравится мое платье?» И она называла меня Майком. «Майк, тебе нравится мое платье?» И у меня была такая же проблема – сказать правду. Ведь не говорить правду – это очень плохая история. И если я скажу правду, это обидит чувство этого человека. Это плохая привычка. И у меня появилась привычка менять тему. И если поменять тему, типа, «О, у тебя отличные туфли!» И потом, позднее, мой друг сказал мне, «Геша Майкл, если ты не хочешь, отвечай». И просто поменяешь тему, то это тоже нечестно. Так вот сказал мне друг. Если ты меняешь тему, то в определенном смысле ты тоже обманываешь. Тебе человек задает вопрос, и ты не отвечаешь на вопрос прямо. Ты меняешь тему. Может, это выглядит более вежливо, но это нечестно. То есть у меня такая же есть проблема. Что вы думаете, ребята? С моей стороны, у нас в Мексике – это часть культуры. Здесь очень сложно сказать «нет», так как это будет очень грубо. Если ты скажешь «нет» кому-то, кто у тебя просит что-то, это тоже достаточно сложная тема. Как ты ранее сказал, когда начинаешь изучать и использовать систему семян, тебе необходимо говорить правду, и тебе нужно сказать «нет», даже если твое «нет» будет расценено как грубость. Я думаю, что это ситуация, когда ты не можешь выиграть. Если ты выберешь сказать «нет» и сказать правду, то это может обидеть кого-то. А с другой стороны, если ты выберешь сказать «да», только чтобы не обидеть кого-то, тогда ты не говоришь правду. Поэтому здесь такой спор, в котором ты не можешь выиграть. И это заставило меня задуматься и проявить изобретательность. Мне нравится, так сказать, немного подумать и придумать какой-то креативный подход, как достичь обе цели. Сказать правду и отказаться, если мне нужно сказать «нет». Но в то же время, чтобы это не оказало негативного влияния на другого человека. Что ты думаешь, Элла? Что ты сделала бы в такой ситуации? Я тоже думаю, что в Китае такая же культура, как в Мексике. У нас нет культуры говорить «нет», и мы чувствуем себя очень некомфортно, если скажем человеку «нет». По сути, это означает, что ты отвергаешь человека. Ты не будешь чувствовать себя счастливым, если ты кого-то отвергаешь. Но я думаю, в нашей жизни, особенно когда мы родители, нам нужно говорить «нет». На работе, в бизнесе, когда мы принимаем решения, нам нужно говорить «нет». и я думаю, что тут необходимо сфокусироваться не на самом отказе, а на том, почему мы говорим «нет». Почему тебе нужно сказать «нет» этому человеку? Ты хочешь отказать ему или сделать ему некомфортно? Или ты хочешь ему помочь еще больше? Если мы вернемся к причине этого «нет», на самом деле неважно, это «нет» или «да», это поможет людям. Но если у вас нет намерения, и даже «да» может заставить людей чувствовать себя нехорошо, и это будет не очень приятным для других людей. У меня есть очень странное предложение, хорошо? И я тут думаю по поводу Хуэй, я не знаю ее, никогда ранее не встречал, но я думаю, у этой женщины очень интересная проблема. Она не хочет обидеть другого человека, но она также хочет говорить правду. То есть она думает, в каком случае она посадит хорошие семена. И у меня странное предложение для всех. Я думаю, что ее непонимание в том, что она не знает, сказать ли ей «нет» или не знает, обидит ли это другого человека. То есть она не может делать выбор. Я думаю, это очень хорошие семена. Это сажает хорошие семена, когда она уже думает, чтобы не посадить плохие семена. Понимаете? Я думаю, что проблема Хуэй, это на самом деле очень хорошие семена. Хуэй, если ты не очень хороший человек, если ты неприятный человек, ты просто будешь обманывать, и тебя не будет это беспокоить. Я думаю, это очень хорошие семена. В жизни могут возникать этические или моральные вопросы. Не на все моральные вопросы можно найти хороший ответ. Не на все моральные вопросы найдется понятный ответ. И это не «да» или «нет». И я думаю, что раз тебя беспокоит, что ты чувствуешь конфликт в своем сердце, что ты не знаешь правильный путь, я думаю, что вот этим ты и сажаешь очень хорошие семена. Как вот по этому поводу? Мне нравится. Это очень интересный подход. Если тебя не беспокоит, хорошие ли ты сажаешь семена или плохие, ты просто будешь либо обманывать, либо обижать других людей. Я еще подумал, что может быть перестать беспокоиться, а подойти к проблеме иначе. Так сказать, зарядить степлер. Просто вести привычку заботиться о людях, заботиться об их чувствах, об их мыслях, об обидах. Ой, извините, мы тут с домашними животными. Извините за это. Ой, я люблю домашних животных. Я собираюсь завести еще кого-то. Извините. Так вот, я говорил о технике зарядить степлер и начать все время заботиться о чувствах окружающих вас людей. Так ты сможешь аккумулировать много семян заботы о других людях. И когда тебе нужно будет сказать «нет» другим людям, у тебя уже созреют правильные семена не обидеть этих людей. Это то, что я бы сделал. Элла, какие это семена, когда кто-то создал для тебя сложную ситуацию? Кто создал эту сложную ситуацию? И кто создал эту сложную ситуацию для тебя? И какие семена создали для тебя сложную ситуацию? Я догадываюсь, что это аналогичные семена. Может быть, я создала для Рауля сложную ситуацию. Я думаю, что когда мы просим что-то у кого-то, и если бы мы смогли узнать, тяжело ли им отказать нам, то, возможно, мы бы не попросили их или попросили бы иначе. Просто дать им шанс сказать «нет». Я думаю, что это тоже своего рода забота о людях, если мы будем так поступать. Тогда мы не будем создавать в время сложные ситуации. Да, я думаю, это отличная идея. Рауль, у тебя есть что-то? Я тоже думаю, что это отличная идея, потому что ты сможешь заметить, сказать людям, когда они хотят сказать «нет», и ты можешь это использовать. Ты можешь сказать «О, ты хочешь отказать?» Давай попробуем другой вариант. Этим ты освободишь этого человека от груза. Да, это очень-очень здорово, когда человек, который хочет сказать тебе «нет», на то, что ты просишь, но он вынужден сказать «да», а ты даешь ему свободу, как бы сказать «нет». Сказать ему «это нормально», сказать «нет». Я думаю, вы можете понять по языку тела другого человека. Вы можете заметить, когда человек хочет сказать «нет», потому как двигаются его глаза. Да, это здорово. Элла, что у нас со временем? Я слежу за временем. У нас еще 2 минуты до того, как 15 минут истекают. Мы можем глубже пойти. У нас есть еще время. Да, мы можем развить тему. А как мы пойдем глубже? О том, как говорить правду. Я думаю, не важно, что ты хочешь сказать «нет» или «да». Всегда за этим стоит правда. Я помню, что Хуэй упомянула жить честной жизнью. Как мы можем жить честной жизнью и одновременно заботиться о людях рядом? Знаете, у меня много студентов по всему миру. И у меня, как у учителя, есть такая проблема. Мне всегда хочется, чтобы я нравился другим. Это очень важно мне, но иногда человек делает что-то неверное, и нужно поступить как Элла со своим сыном. Ты должен сказать «нет». Нет, ты не можешь пойти сегодня на вечеринку или что-то такого рода. И у меня проблема сказать «нет», поскольку я хочу, чтобы люди меня любили. Я думаю, иногда тебе нужно проверить, почему ты опасаешься сказать «нет». Может быть, лучше будет, и твое «нет» поможет другому человеку, если ты скажешь «нет». Даже если он расстроится, даже в этом случае, это ему поможет. Ты не можешь пойти на эту вечеринку. Мне не нравится тот парень. Я думаю, это навредит тебе. Конечно, твой сын расстроится. Но если у тебя есть достаточно высокая мотивация, ты хочешь помочь твоему сыну. Я думаю, что будет немного сложно. Ты должен быть более строже и сказать «я знаю, что ты обидишься на меня сегодня вечером, но когда ты сам станешь родителем, ты меня поймешь». Абсолютно согласна. Только я думаю, есть разница между быть строгим, показать строгость, или сделать вид, что ты строгий. О, Боже! Раул, а тебе нужно показывать свою строгость своим мальчикам? Обычно, да, делал вид, что я строгий, но как-то понял, что я действительно строгий, и теперь мне нужно работать над этим. Я не хочу сажать плохие семена, это мотивирует меня. Ведь мы строги с детьми не потому, что хотим им навредить, потому что хотим, чтобы они были в безопасности, чтобы они выросли. Это мотивирует меня. Это важно, все важно, что мы делаем. Но в этом вопросе особенная важность в этом. И я думаю, мы говорим Хуэй, что она должна посмотреть, какая у нее мотивация, сказать «нет». Возможно, она просто беспокоится о человеке. Хорошо, у нас прошло 15 минут. Да, давайте подведем итог. Какие предложения? Первое, понять причину «да» или «нет». Посмотреть на мотивацию. Также нам нужно позволить другим людям говорить нам «нет». Что еще, Рауль? Я бы сказал и посоветовал тщательно подумать, проявить изобретательность, чтобы достичь обе цели. Честность и заботиться о других людях. Это непросто, но мы можем это сделать. Мы можем. И также зарядить степлер, ввести привычку заботиться о других людях, их чувствах, чтобы говорить «нет» и не причинять боль. Я также думаю о практике, о мироощущении. Ты можешь сказать «нет» и попробовать это смягчить. Ты можешь говорить правду, что ты действительно думаешь, но потом сказать что-то еще, чтобы человек почувствовал себя лучше после твоего «нет». иногда мне нравится найти что-то другое, что я могу дать человеку. например, он говорит мне «нет». Кешла, можно мне печенье? А я знаю, что у него уже диабет или что-то такое. Тогда «нет, нельзя, но у меня есть кое-что другое для тебя. Тебе понравится, смотри». Вы родители, вероятно, вы все время так поступаете. Да, нужно вести переговоры. Да, нужно вести переговоры. Ребята, есть вопрос на завтра? На завтра? На завтра? Да, хочу добавить, что можно делать кофе-медитацию на те вопросы, которые вы нам задаете. Ваши вопросы очень помогают нам. И я думаю, что это здорово сделать. Да, это очень деликатный вопрос. И вопрос на завтра. Он из Латвии. Точно, тоже красиво. Привет. Я из Латвии. Мой вопрос о смерти. Я знаю, что это что-то неизбежное, но если верить ручке, и я ответственна за все, что со мной случается, какая моя ответственность, если мои члены семьи или родственники или друг уходят из жизни? Какие семена стали причиной в тот момент? Спасибо. О, это очень супер глубокий вопрос. Да, очень хороший вопрос для Брайана и Анны. Я думаю, мне нужно пораньше лечь, чтобы подготовиться и дать хороший ответ. И здорово, что мы получили вопрос из Латвии. Это очень здорово. Хорошо. Благодарю вас, ребята. Увидимся в пятницу. Да, увидимся в пятницу, Гешила. Благодарим. До свидания всем и хорошего дня. Спасибо, что пришли. Хорошего дня. Спасибо, что смотрели наше утреннее шоу «Персиковое дерево». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова